ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, мы должны туда засунуть свои ID. Видите, везде система разная. Не достать? Сейчас нормально. То есть где-то сидит охранник, а где-то просто ID просовываешь. Но это только для визитеров так. А если ты живешь здесь... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Я визитер, и я здесь показать 1224, Саос-Хеваси-Рот. Окей, а ваши клиенты с вами? Да, машина с вами, белая машина. Продолжение следует, добрый день. Спасибо. Ура, нас пропустили! То есть там женщина сидит где-то, где-то сидит она, да? Она, возможно, в клабхаусе. В клабхаусе, да. А может быть, дома на диване. Здесь парковочные места такие крытые от солнца. Некоторые. Не во всех камените такое есть. Это очень классно, кстати. Да. Дождь, пыльца тоже не будет, вот прям много. Она все равно будет, конечно, налетать. Сейчас, ну, так обильно, да, листья не будут лететь. Еще такое время. Время что-то цветет, и очень сильно машины покрываются желтой плетей. А вот, смотрите, меняют крышу в соседнем комьюнити. Вот так это происходит. А вот, посмотрите, еще есть здесь кладовочки. Отдельно стоят. Ребята на крыше работают. Друзья, мы приехали на очередной объект. Это следующая комьюнити. Называется Гольф Ридж Кондо. Здесь мы просмотрим быстренько сейчас с вами, потому что у нас еще есть объекты. Мы посмотрим с вами две спальни, две ванных. По цене получается как-то вот выше, чем предыдущие были. Цена соотношения размера Кондо и цена за квадратный фут. Вот, значит, цена Кондо самого 149,990. Квадратура 1050 квадратных фут. Что есть, 98 квадратных метров. Налог 2021. К сожалению, вы знаете, я не посмотрела точно по аренде, сколько аренда. Мне кажется, будет... В основном она вот две бедрум, это 1250. Но мне кажется, с такими видами, да, здесь можно... Ну, аренда, скорее всего, будет чуть-чуть повыше. Да. Я не могу сказать, не успела просмотреть, спешила. И Эчуэй здесь меньше, чем других комьюнити. 330 долларов в месяц. Хороший Эчуэй. Хотя комьюнити гейтовая. Гейтовая, да, есть ворота, есть секьюрити. Но секьюрити, мы уже показали, не сидит на воротах, а просто отвечает с дивана. Ну, по крайней мере, следят за порядком. Давайте просмотрим, что же нам здесь предлагают за такую цену. Давайте вид оценим. Да, вид, посмотрите. Шикарный вид. Вот гольфисты. В поле, да, гольфисты играют. А мы идем смотреть. Ой, здорово. Мне прям сам и захотелось поиграть. А тут работаешь и работаешь. Первый этаж. Кондо находится на первом этаже. Только вид у него не на гольф. Но все равно у него приятный достаточно вид. Проходите. Так, 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 так. Что мы тут видим? Зал, кухню. Вот она, кухонка. Кухонка небольшая. Свет есть. Свет не отключи. Да, здравствует Свет. Вот здесь видите, как выполнена кухонка. Она так, можно сказать, отделена, отгорожена. И такая арочка имеется. Кухня тоже самая простая. На полу здесь плитка. Вы знаете, вот под сдачу в аренду, мне кажется, достаточно ее только почистить. Да, техника нормальная. В принципе, это все пантрей. Нет. Чуть-чуть пантрей, посмотрите немножечко. И вот здесь вот водонагреватель. Совмещено здесь все получается. Так, посудомойку тоже, скажем, здесь есть. Идемте дальше. Это зал. На полу лежит ламинат. Ламинат. Большие и широкие окна. Вид на бассейн. На бассейн. Проходим. Так, проходим сюда. Здесь у нас патио. Под сеткой. Сетку, скажем, менять надо. Сетку можно менять на замену, да. Так, здесь у нас что? Это от кондиционеров, да. Юниты. Так, пойдемте посмотрим. Мастер-бедрум. Вот он, мастер-бедрум. Вот здесь ковер, конечно, нужно менять под замену. Ты думаешь? Посмотри. Я думаю, он ничего. Затертый. Да ладно. Да, мне кажется, он нормальный. Зарядый. Да? Да, да, нормальный. Может, просто профессионально почистить. Да, да. Так, здесь кладовочка такая нормальная, немаленькая. Здесь у нас ванная комната с туалетом. Так, одна здесь раковина. Ну, ничего страшного. Здесь пол... А, что вообще одна на ванную. Да, здесь полных две ванны. Полных две. Пойдем, смотрим другую. Спальню и другую ванну. Так, эта вторая достаточно маленькая. Гостевая или детская. Небольшая детская гостевая. Слушайте, гардеробный размер, по-моему, за всю комнату. Ага, слушай, да, лучше бы они комнату, да. Да, но хорошая гардеробная тоже же хорошо. Правильно ведь? Да. Так, где? Полочки для полотенец, для всякой утвари. Так, здесь у нас еще одна ванная большая такая тоже достаточно. Ну, все так простенько. Но, в принципе, переделывать практически ничего не надо. Как полы, перекрашивать стены не надо. Ее нужно освежить, потому что... Да, освежить надо. Вы знаете, к сожалению, не все тенанты относятся... Не все арендаторы относятся так же бережно к чужой недвижимости, как к своей бы относились. Поэтому совсем как бы тоже людей нельзя в какую-то помойку заселять. Вот, ну, какой-то вот почистить... Я бы, честно говоря... Ну, как будто бы немножко дороговато, согласись, да? Чувствуется, что дороговато. Надо бы торговаться, как минимум, если уж она кому-то понравится. То есть здесь получается 142 доллара за квадратный фут. То есть это дороговато. Вот так. А мы двигаемся дальше? Да, все, мы сказали. Что, а здесь есть гараж последний? Здесь гараж, гараж, гараж. Здесь есть не гараж, а крытая, да? Парковка. Здесь есть, да, карпот. Это крытая парковка. Гаража здесь нет. Но это под навесом. То, что мы как раз показывали на месте. Все, поехали дальше. А, здесь покажем прачечную. Самое главное, а то сейчас забудем показать. А вы скажете, вдруг нет. Ну, во всех комьюнити сегодня, в которых мы были, есть прачечные во всех. Вот они вот такие небольшие, конечно же. Но они есть. А мы идем дальше. А вот это что, кстати, такое? Это сигнализация, да? Это сигнализация охраны системы. Ее можно подключать, можно ее подключать. За дополнительную плату. Все, поехали дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Хорошая очень комьюнити. Приехал в школьный автобус. Столько деток здесь в элементаре школе. И выходит, и выходит, и выходит, и выходит. Боже мой, целый автобус. И все детки здесь живут. Здесь будет, мне кажется, очень быстро ждать именно семьям с маленькими детьми. Друзья, мы приехали на наш последний объект. Устали, набегались. Давайте я вам быстро расскажу. Этот объект будет подороже. Находится он в очень хорошем, таком уютном комьюнити. Называется Stone Bridge. Тоже находится в метро Весте. Значит, мы сейчас смотрим Таунхаус. Три спальни, две с половиной ванных. Очень большой. 1682 квадратных фут. Вот, что представляет из себя 156 квадратных метров. Налог здесь 3374 доллара в год. Вот смотрите, аренда здесь, я посмотрела, 1700-1750. И если, ну, опять-таки, мы не говорим, что брать кредит, да, смотрите, я здесь такую картину посчитала. Я разбила налог на 12 месяцев у нас получилось в месяц. 281 доллар. HOA. HOA здесь 389 долларов в месяц. Нормально. И страховка на такой размер, ну, на такой размер, на такой вид Таунхауса. Ну, грубо говоря, я не страховщик, грубо говоря, 100 долларов в месяц. То есть, того у меня получилась сумма 750-770 долларов, да, ну, в районе 750-800 долларов. Это будут затраты. Сдаете вы, опять-таки, 1700-1750. То есть, у вас где-то 1000 долларов получается прибыль чистая в месяц. А вот страховать, интересный момент, нужно всегда, когда хочешь быть инвестором и сдаешь, да? Лучше застраховать или это обязательная такая опция? Во-первых, если вы кэш покупаете, наличку, вас никто не будет обязывать. Ну, это уже будет ваш риск, конечно. Да, ведь вы сдаёте кому-то, да, и вы же не уверены в тех людей. Естественно, да, что они, может, там, не знаю, подожгут его. Да-да-да, то есть 100 долларов в месяц застраховать. Вас никто не будет заставлять, то есть, просто вы, если что-то случится, как бы, вам никто не вернет, ну, никто не возместит за ущерб никакой суммы. Если кто-то покупает через лендера, то там обязательно страхование. Да, то есть, если хочешь кредит брать, то точно надо страховаться. Всё понятно, давайте посмотрим, что у нас тут. Пройдём. Опять-таки, здесь гараж на одну машину, мы посмотрим изнутри. Мы, похоже, там хаос уже снимали, но вот так получилось, что моим инвесторам тоже приглянулся этот комьюнити, и вот мы уже, как бы, это второй там хаос мы здесь будем показывать. Да, мы уже снимали наподобие, прям, да, в этом же комьюнити. История была так похожа. Ага, так, что тут у нас? Ковролин на полу, ковролин в хорошем состоянии, менять не надо. Стены тоже. Красить стены, в принципе, не надо. Я кажется, он достаточно уже готов чисто для инвестиций. Для инвестиций можно не париться. Деньги можно уже сразу отбивать. Ага, вселять людей. Так, я не открыла, давайте мы. Здесь вид на соседей, ну, такое расстояние нормальное. Можете с соседями здороваться. Да, здесь можно поставить мебель. Диванчик. Да. И я вижу, что есть барбекю, значит, они разрешают ставить. Можно барбекю. Да, я смотрю, у соседей кое-кого барбекю стоят. Есть столики стоят. Не во всех комьюнити разрешают, но... Кстати, да, вот в нашем, например, не разрешают. А вот-вот через соседей, видите, барбекю стоит. То есть, в принципе, можно. Я видела тоже где-то напротив. Ну, такого вот размера. Достаточно широкий. Мне кажется, очень даже хороший балкон. Так, проходим, смотрим, как у нас здесь на кухне. Кстати, зал тоже такой большой, вместительный. По сравнению с залом, который был в предыдущем, да, варианте. Там совсем маленький такой. Квадература там меньше, естественно, была. Здесь и кухонка получше. Конечно, здесь не новая, но она все равно, в принципе, лучше. Приличная, да. Шкафы большие. Ну, по желанию, как сказать, можно и перекрасить. Здесь говорят, это недорого. Так, вот техника здесь, конечно, не новая. Но, опять же, для сдачи пойдет. Так, тут у нас что, холодильник нормальный тоже. Все чистенькое. На плите уже рисовали Микки Маусу. Гараж, посмотрите, на одну машину. Гараж на одну машину. Ну, можно, конечно, подкрасить его, чтобы он посимпатичнее был. Так, это вот нагреватель воды. Так, гараж это хорошо вообще. Давайте покажем вам здесь санузел. Здесь это считается, как это, половинка, да? Здесь туалет и раковина. Без ванной комнаты. Такая гостевая. Также есть микроволновка. Микроволновка тоже, в принципе, новая. И выглядит так все достаточно просторно, светло и достойно. Наверное, из всех вариантов это самый подходящий. Особенно для инвестиций, я бы так сказала. Из всех я бы выбрала этот вариант. Итак, поднимаемся на второй этаж. На полу здесь ковролин. Так, куда это я попала? Это, походу всего, это мастер... Мастер-бедром, да? Хозяйская спальня. Большая такая, да? Большая гардеробная. Спальня большая. Хорошая. Гардеробная большая. Так, гардеробная. И вот, покажем вам размеры. Интересно, потолок идет под таким наклоном, да? Под наклоном, да. То есть он внух идет, и он... Ага. Создается ощущение как бы хорошего, нормального, высокого потолка. Здесь не очень такая красивая картинка. Немножко нарисовывается. Это все нужно сносить. А, да-да-да. Да, вот здесь вот надо вложиться. Во-первых, они низкие очень. Да. Да, это, как я не знаю. Да, низкие. И во-вторых, видите, вот тут вот... Да, сюда нужно вкладываться. Надо менять вот это. Делать. Значит, повыше. Да. Пленка какой-то. Ага. Так, а тут что? Ну, тут нормально. Здесь нормально, да. Тут нормально все. Получается, только кабинеты надо поменять. Здесь отдельно туалет. Ой, на самом деле, знаешь, продаются уже отдельно стоящие, красивые, как-то такие кабинеты. То есть не обязательно что-то строить. Они уже даже продаются с гранитами. Там, да, да, очень хорошо. То есть две тумбы поставить, вот это все снести, там две тумбы поставить, одну и вторую. И все. Это небольшая проблема, скажем так. Это не будет большим вложением. Ну, тем не менее, это тоже стоит небольших. Ну-ка, проходите. Так, дальше идем. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим. Ландри. Ландри тоже не сильно новое, но оно есть. Тем не менее, Ландри комната и какие-никакие аппараты имеются. Сушилка, стиралка. Так, проходим дальше. Здесь ванная. Она на двоих? Та же самая история. Да, на две спальни. Та же самая история с... Тоже кабинетом поменялись. Здесь вообще нет... Здесь вообще нет проблем. Один достается, другой ставится. Да, да. Вот это прикольно сделали. Нет, здесь ничего не надо менять. В этом же комьюнити есть похожий танг-хаус. Я просто хотела сказать по поводу цены. Это танг-хаус 217. И здесь нужно еще кое-что, как в ванной поделать. А тот танг-хаус 235. И там ничего не нужно делать. Как бы. Убирайте. Совершенно одинаковые. Тоже самое комьюнити, но там уже как бы все сделано. 235 и 217. А смотрите, как здесь светло. Прямо глаз радуется. Тут тоже как бы вид на соседей везде. Так уютненько. Потолок такой скошенный. Немаленький, хороший. Что у нас здесь? Здесь у нас гардеробная. Да. Гардеробная. Пойдем дальше. Я знаю, что здесь это кондиционер. Обязательно. Центральное кондиционирование. Дальше идем. Еще одну спальню делала уже, да? Снимала? Так, вот. Еще одну. Да. Третью спальню. Третья спальня. Такая она поменьше. Это для детей, для ребенка. Небольшая гардеробная. Ну, слушай, все равно это трешка. Да? Да. Трешка, трешка. Трешка, трешка. И три спальни, и гараж. И гараж. Мы все, то две спальни, то гараж. Ой, извини, я случайно и там выключилась, да? Ага. Ты найдешь выход? Да. Я думала, пьяным тоже здесь лучше не ходить, хотя лестница, конечно, в ковролине, но потом идет плитка. Так что будьте аккуратны. Посмотрите, какой здесь классный вид, да? Представляешь, вот какой вид с этих там хаустов? Вау, вот здесь классный у них вид. Но они и будут стоить дороже, чем 217 тысяч. Вот он бассейн. Мы сейчас вам его покажем. Как будто речка куда-то туда утекает, да? У кого-то шторки висят даже. Друзья, на этой ноте мы сегодня с вами попрощаемся. Мы попытались в одно видео вместить 5-6 объектов у нас было, да? Я вот точно уже не помню количество. Бегали-бегали, забегались. Пора уже отдыхать на сегодня. Спасибо, что вы нас смотрите. Дайте нам знать, какое кондо из всех просмотренных в этом видео понравилось именно вам. Нам, честно говоря, очень интересно ваше мнение тоже. И что вам не понравилось, пишите тоже. И что не понравилось, конечно, любые комментарии, естественно, они принимаются. Плохие, хорошие. Плохие, хорошие. Мы не удаляем ничего, кроме как, наверное, совсем когда оскорбительные. А так мы пропускаем все. Всю критику пропускаем, если она не очень оскорбительная. Да, пожалуйста, комментируйте и говорите нам, какой из этих кондо. Даже если никакой не понравилось, говорите, а мне никакой не понравилось. Так и пишите. Но лучше писать не просто не понравилось, а почему. Что вам кажется, может быть, что-то другое где-то вам, как пишут. А вот я, например, могу в каком-то городе, там где-то построить, такой гораздо дешевле. Такие тоже принимаются. Таких я вижу часто. Ну все, на этой ноте мы действительно теперь прощаемся. Всего хорошего. Спасибо, что нас смотрите. До следующих встреч. До свидания. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok